доброе утро дорогие друзья всем доброе утро шалом из иерусалима банджур hello шалом так все и так значит идет урок у нас сейчас вы знаете да и в фейсбуке и в и в инстаграме максим перенчук шалом значит сайт макаев шалом сейчас яков шатанин должен присоединиться и я думаю что яков напишет яков напиши пожалуйста вот лейлу нишама нас просили сделать урок лейлу нишама это для поднятия души двух человек вот яков сейчас мне напишет их имена потому что у меня не в телефоне остались а я не могу не могу сейчас одновременно и проводить урок и посмотреть как их звали сейчас яков напишет и мы будем знать что сегодняшний урок тор идет для поднятия душ двух человек представляете души такие они сейчас в в раю там где-то да и тут им идет такая как духовная энергия такая их поднимается души на следующий уровень там же тоже есть уровне уровне везде есть уровне как на земле есть уровне так и там есть уровне везде есть уровне сейчас яков шатанин напишите надеюсь нам для поднятия души кого этот урок а мы пока краткое содержание предыдущего урока значит в предыдущем уроке мы очень затронули важную тему прям невероятно важная тема которая звучала так это важная тема что первая часть тема была такая это важно те кто вот вчера не слушали чтобы восстановить связь потому что следующее как раз все время сейчас будет на одну и ту же тему а тема очень важно взаимоотношения между людьми взаимоотношения между людьми значит сегодня вот я там написал и да батарон мэндл и алабад арон мэндл что было у них их души были там поднимались и же было они там все хорошо вот теперь смотрите значит взаимоотношения между людьми есть заповеди все заповеди божественные делятся на две категории есть заповеди между богом и человеком бог сказал человеку например соблюдай шаббат с каждый седьмой день соблюдали значит в память о сотворении мира это же мир был сотворен и 6 дней мир творить 6 дней творения и седьмой день шаббат остановка и когда ты соблюдаешь шаббат и этим подтверждаю шаббат это знак союза и ты подтверждаешь я полностью верю доверяю всевышнему я могу день неделю полностью посвятить богу а он обо мне позаботиться в остальные 6 дней недели как ну все вроде понятно это заповеди между человеком и богом а есть заповеди между человеком и человеком человек сказал например бог сказал человеку не воруй то есть бог сказал не воруй но воровать это взаимоотношения между человеком и человеком понятно да да теперь цдака например вот Вот Дамир Партнер очень любит эту тему. Цдака, как правильно. Уже есть очень много новоигре-уроков про цдаку. Каждое утро проходит урок про цдаку. В этой теме специалист Йомтов. Есть урок Йомтова Шефутинского о цдатео. Каждое утро. Он как раз, это его тема, он ее изучил хорошо. Теперь, смотрите. Значит, еще раз. Цдака – это заповедь между человеком и человеком. То есть, Бог сказал, если у тебя есть, Бог тебе дал, то ты должен дать другому человеку. Ты как передатчик, ну, вот этой милосердия, да? И, значит, заповедь есть – почитай родителей. Это заповедь между человеком и человеком. Ну, это Бог сказал – почитай от родителей. И так далее. Значит, и от того, как человек ведет себя по отношению к другим людям, зависит то, как Бог ведет себя по отношению к человеку. Вы представляете, какая вообще удивительная вещь? Что от того, как ты общаешься с другими людьми, от этого очень много зависит. Сейчас мы будем просто подряд изучать много отрывков, которые говорят о взаимоотношениях между людьми. Понятно, да? Смотрите. Значит, мы в тот раз учили так, что тот, кто михасепеша, тот, кто прикрывает проступок, мивакеша ава, он ищет любви. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя было с другими людьми хорошее взаимоотношение, то ты не должен им указывать на их проступки. Не должен их критиковать, потому что критика болезненная. И это как… Ну, то есть, ты ему сказал, что он сделал плохо, он в ответ будет защищаться и обвинять тебя. Ну, как бы это естественно автоматическая реакция. Кто критикует – убирает любовь. Тот, кто хочет любви в отношениях, он прикрывает проступок другого человека. Он как себя мы умеем хорошо оправдывать, так он же сам оправдывает другого. Он говорит, ну, наверное, он не хотел, наверное, он не знал, наверное, у него было там плохое настроение, наверное, он по-другому думал. То есть, можно быть в отношениях с другими людьми адвокатом таким, их оправдывать, как мы себя оправдываем. А можно быть обвинителем, прокурором, как мы часто других осуждаем. Дальше, вчера мы говорили, «Вашенебе да варма фри да люфт». Тот, кто повторяет снова и снова вину другого человека, он отделяется от друга и отделяется от друга. То есть, тот, кто злопамятный, он должен знать, что если ты один раз сказал, ты чуть-чуть любви убрал, если ты злопамятный и постоянно давишь человеку, что ты сделал плохо, 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 то у тебя с ним скоро взаимоотношений не будет или они будут без любви. Это был девятый отрывок. Теперь десятый отрывок, наоборот, идет на принимающего критику. Тот, кому делают замечания, он должен десятый отрывок посмотреть, который мы вчера учили. И на умного человека вот это вот обличение, оно ему приносит больше пользы, чем грешнику по вожделению, дураку сто ударов. Потому что умный человек, если его критикуют, он понимает, что все-таки причина-то есть. И когда тебя кто-то критикует, то ты вместо того, чтобы идти на автоматической реакции и обижаться, и наоборот, самому нападать, ты в этот момент думаешь, что мне Бог этим хочет сказать, где я ошибся и так далее. И умный человек, он начинает исправляться, а глупый человек, на него эти удары, они не влияют, он только его сделали замечание, сделали, а он не обращает внимания, не обращает. То есть эти два отрывка идут как бы, девятый отрывок идет тем, кто дает критику, десятый отрывок идет тем, кто эту критику получает. И получается так, что давать критику не надо, но когда тебя критикуют, ты должен ее любить, слушать и понимать, что она тебе, как раз эта критика, и дает возможность для исправления. Это был десятый отрывок. Теперь одиннадцатый отрывок сегодня. Ах, Мри, Ивакеш, Ра, Умалах, Акзари, Ишлах, Бо. Теперь дальше нам царь Салмон, Шлом Амелок, нам показывает, что есть такие люди, которые называются Мари. Кто такой Мари? От слова Лимрод, то есть был такой царь Нимрод. То есть Мари это тот, кто восстает против Бога. Есть такие люди, которые, да кто мне Бог вообще, да плевать, я хотел на все ваши законы. И так далее. И есть эти люди, они называются такие активные, активные производители зла. И вот этот Мари, который активный производитель зла, то есть он отверг законы Бога, и он, значит, он ищет, ищет зло. То есть он не просто, есть люди, которые отвечают на зло, а есть люди, которые создают зло. То есть я думаю, что 99, ну не знаю, в процентах, большинство людей, если на них сделать им зло, у них автоматом, как учил нас Садж Соломон, каимаем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду, видит свое отражение, как лево дам ли лево дам. То есть если ты нападаешь на кого-то, то ты должен знать, что у него сразу же возникает такое же состояние. Поэтому большинство людей реактивны, то есть там 80-90% людей, если им делать добро, как бы их включать на добро, они будут дальше производить добро, и добро будет распространяться в их семьях, в их жизнях и так далее. То есть я не совершенно спокойно буду делать добро. Но если их включить на зло, то есть если будет вот этот вот восставший против Бога, и он начинает им делать зло, то тогда они тут же включаются на зло и начинают реактивно действовать и делать зло. То есть все люди такие, вот он был добрый, потом взял автомат и пошел убивать, война, на него напали, значит он будет убивать и будет на войне, как на войне. То есть на войне люди просто воюют, убивают и так далее. Теперь, значит, но нам же, мы же изучаем Тору, нам же царь Соломон, сообщает он, пророк сообщает, как все работает, и он нам говорит, тот, кто восстает, он создает зло, умалах Акзари и шулах Бо, и жестокий ангел будет послан в него. То есть тут нам надо помнить, что каждый поступок, каждый поступок создает на небе, ну, как бы само слово ангел, оно точно так же звучит, как слово посланец, да. То есть у каждого действия человека есть последствия, это мы знаем, закон сохранения энергии, причинно-следственные связи, то есть мы понимаем, что любое движение, любое действие, оно вызывает последствия, как закон домино. Теперь Тора нам сообщает, что у каждого действия создается так же духовное последствие, которое идет в духовном мире, и называется это последствие малах, ангел. То есть ты как будто бы запускаешь волну, создаешь волну на небе. И когда ты это знаешь, то тогда нам сообщает царь Соломон, что тот, кто делает зло в этом мире, он создает ангелов-разрушителей, ну, на Востоке это называют карма, да, плохая карма, которая возвращается на него или на его детей. То есть эта карма, она как бы идет, ну, она в духовных мирах написана в Торе, что Бог наказывает, наказывает за грехи злодеев до третьего, четвертого поколения. И в другом месте написано, не накажу детей за грехи отцов. Теперь, где здесь соответствие? То есть в одном месте написано, что Бог прям говорит в Торе, я накажу детей за грехи отцов до третьего, четвертого поколения. В другом месте написано, не накажу детей за грехи отцов. Так объяснение такое, если дети грехи, если дети продолжают делать эти грехи, идут по пути отцов, то тогда на третьем, четвертом поколении уже это зло их убивает, уничтожает. Нету пятого поколения. То есть когда идет три, ну, например, папа алкоголик и преступник. Хорошо, ну, сын его тоже алкоголик и преступник. Ну, их внук его алкоголик и преступник. А уже четвертое поколение, если их три поколения было алкоголиков и преступников, четвертого поколения не будет. Все, уже алкоголизм их уничтожит. Уже где они там размножаться будут в тюрьме и так далее. Все, нету. Теперь, и это нам одиннадцатый отрывок, он нам сообщает, если ты начинаешь производить зло, ты создаешь ангела на небе, да, то есть ты создаешь предпосылки, чтобы это зло потом на тебя вернулось. Кому это нужно? Никому. Дальше. И двенадцатый отрывок нам говорит следующее. Нам говорит следующее. Значит, двенадцатый отрывок нам говорит, давайте я вам просто вот приведу пример, одиннадцатый отрывок, чтобы было понятно. Возьмем Ленина. Был такой Ленин, да, Ульянов Ленин. В его семье, у его родителей, у него, кстати, был папа, очень, очень такой продвинутый человек. Его папа был, по-моему, даже из крепостных крестьян. И он поднялся, он получил образование, он поднялся в системе образования до очень высокого поста в Министерстве образования Российской тогда империи. Он, значит, был реально человек, который любил образование. И у него было восемь или девять детей. То есть, у Ленина была огромная семья. То есть, человек, который старается помогать людям. Его отец был и так далее. То есть, он восемь-девять детей. Теперь Ленин начинает, он злодей. Он идет против Бога. Конкретно против Бога. Вообще, ну, то есть, и, значит, идет он против Бога. Понятное дело, у Ленина нет детей. И что интересно, во всей этой семье восемь или девять детей, все они пошли против Бога. И у них на втором поколении был всего один ребенок. У одного из там, Ленина братьев, был один ребенок. А на третьем поколении ноль. Нету этой семьи. Представьте. Нету. Все, нету. Теперь Троцкий. Троцкий пошел против Бога. Троцкий пошел против вообще, ну, то есть, эти же все коммунисты, они были не просто безбожники, они были антирелигиозные, да? То есть, они воевали против Бога. Они как раз те, кто восстали против Бога. Что с ними со всеми стали? Стало. Ничего. Все уничтожены. Вот все коммунистические, вот это первое поколение, которое было, восстали против Бога. Сталин вырезал всех вообще, кого только можно было вырезать. И вот Троцкий, вся семья, все дети. У него есть четверо детей, кто-то закончил жизнь самоубийством, кого-то убили там и так далее. То есть, мы видим, что действительно, одиннадцатый отрывок, который царь Саомон сказал три тысячи лет назад, работает. Восставший против Бога ищет зло, он создает зло. А теперь дальше. Но жестокий ангел будет послан на него. То есть, он сам своим злом создает на небе предпосылки, которые на него же потом обязательно вернутся. Понятно? И двенадцатый отрывок нам говорит, как с ними надо вести. Значит, двенадцатый отрывок нам говорит так. Значит, переводится так. Бгош, доф, шакуль. Значит, лучше встретить медведицу, которая, медведь, шакуль, это тот, у кого забрали ее детей и которая готова убить. Лучше встретить разъяренную медведицу, да, видно, в то время это был символ опасного, самого опасного животного, которое, медведь же, он, он такой, умный, хитрый, это как собака огромная и так далее. Так говорит нам царь Соломон, лучше встретить медведицу разъяренную в аль-ксиль бей-вал-то, чем, чем вот этого ксиля, грешника по вожделению с его, с его мировоззрением. Ивал-то это его грешное вот это мировоззрение, которое он распространяет. Значит, если, вот это, это продолжение, если человек восстает против Бога, то он что начинает делать? Он начинает активно распространять свою идеологию. Вот сейчас, например, есть такой Ювалид от Ноа Харари, который, который восстал против Бога. Он гомосексуалист. Понятное дело, что у него следующего поколения нет. У него нет, не будет. То есть ему, в принципе, какая ему разница, что дальше будет с миром. И он, ну хорошо, ты, гомосексуалист. Ты думаешь, что ты знаешь, что было сто тысяч лет назад или двести тысяч лет назад или пятьдесят тысяч лет назад. Он не знает, что было неделю назад. То есть человек не знает. Он видит вот такой маленький кусочек информации и то, что сто тысяч лет назад было. То есть это все, знаете как, не просто предположение. Любой артефакт, который сохранился, то есть есть разные способы определения возраста. Нашли там, например, знаете, когда читаешь, читаешь вот эти вот сообщения исторические. Ученые, каждая вторая, ученые опровергли предыдущую теорию. Ученые историки наконец-то все поняли. А как они все поняли? Они нашли зуб мышки. И они поняли, что это там люди ели этих мышек. Ну бредятина. Сидят ученые, которые всем надо зарабатывать. Все хотят в газетах, чтобы про них писали, в журналах, на сайтах. Был один, один ученый был, который изобрел, значит, новый, нашел новый элемент таблицы Менделеева. Сидит в тюрьме за мошенничество сейчас, потому что он просто брал деньги на исследования, ну такой, причем ученый, ученый, с именами, со всеми делами. Значит, лучше, говорит нам царь Соломон, встретить медведицу, которая разъяренная, которая может в худшем случае убить твое тело, чем встретить человека с испорченной идеологией, который, который грешник по вожделению, это тот, кто грешит, потому что он не может справиться со своими желаниями, но который придумывает идеологии, чтобы не просто оправдать свои желания и оправдать свой грех, а чтобы всех такими сделать. Это то, что сейчас происходит, вот эти были раньше парады, в начале гомосексуалисты, они понимали, что они делают, это разврат, это всем понятно, это понятно, что человек, это разврат, он потакает своим развратным желанием. Дальше, они скрывались, скрывались, потом они вышли на парады, сейчас месячник они уже делают, уже месяц гомосексуалисты, этого, этих, как они называются, меньшинств, да, но они уже не меньшинства, они уже диктуют свою волю, то есть это как, была там кучка этих комиссаров, которые диктовали свою волю всему, миллионам, миллионам людей, также сейчас кучка этих комиссаров, этих активистов, ЛГБТ, там, не понимаю, как они называются, которые вдруг начали диктовать свою волю большинству, теперь если ты говоришь что-то против них, все, тебя просто они сжирают, потому что они во многих, они же активные, зло, оно активно, у них нет продолжения, добрый человек, он сидит такой и кайфует, да, сейчас шаббат, скоро, классно, шаббат, кедуш, значит, халы, семья, дети, классно, а гомосексуалист, что у него, у него только, только воевать, воевать, завтрашнего дня нету, и они все вот воюют, и я смотрю, что очень они активные, хорошо, так вот, лучше встретить медведицу, лишенную ее детей, чем гомосексуалиста, который, с его идеологией, который будет эту идеологию распространять, и сейчас уже в школах, есть страны, где это все реально, в школах продвигают детям, будь тем хочешь, делай что хочешь, спис тем хочешь, и вас, значит, да, вот они в Тиеве повесили на родина-мать, на статуя победы, повесили вот этот флаг, то есть, они уже празднуют победу, есть анекдот, когда, уже это было там, 90-е годы, и Рабинович пришел в, пришел он уезжать, уезжать, и говорит, все, уезжаю в Израиль, ему говорят, а что вы уезжаете, у нас же здесь полная свобода, бывший Советский Союз распался, полная свобода, зачем вам, зачем вам это самое, зачем вам уезжать в Израиль, он говорит, вы знаете, меня пугает тенденция, они говорят, в смысле, он говорит, ну смотрите, при советской власти, при царском режиме, там раньше, это было там страшный грех, за это, за это садили в тюрьму, там все, при коммунистах, за это садили в тюрьму, при, говорит, во время перестройки, за это уже перестали наказывать, сейчас это стало нормальным, я, говорит, боюсь, при такой тенденции, это скоро станет обязательным, я, говорит, уезжаю, за, за это самое, за эту тенденцию, это скоро станет обязательным, хорошо, друзья, все, давайте вернемся к Торе, лучше встретить медведицу, которая, что имеется ввиду, есть злодей в материальном, он украл деньги, значит, говорят, что это копора, это искупление, где-то там человек, ну, должно было с ним произойти, что-то, значит, а никто не трогает, Марина Бабарина, не переживайте так, Марина Бабарина, я же не трогаю, я хочу, чтобы они меня не трогали, то есть, они пускай занимаются своими делами, никто не против, я, я лично знаю, что каждый человек имеет право делать то, что он хочет, и у него, у каждого свои личные расчеты с Богом, но когда человек не просто делает, что хочет, а он свою идеологию навязывает на других, то это плохо, и я не говорю, что им не делайте, я говорю, им не навязывайте, понятно, да, Бабарина, это очень важно, вот, не переживайте так, они за себя умеют постоять, они сейчас реально, как бы, такие активные, очень, при власти, хорошо, друзья, все, удачи, всем успехов, и давайте подведем итог, что, есть разные идеологии, но есть идеология, которую Бог перестал, Таня Куртьева, прямо он талант, Юваль этот, он прям талант, обталантился, значит, прямо, вы знаете, спросите любого историка, ученого историка, или он талант, или он не талант, хорошо, все, дорогие друзья, удачи, успехов всем, всем шаббат шалом, хорошего дня, идеологии у всех разные, и мы изучаем Тору, я верю царю Соломону, Шлома Амеллах, верю Богу, верю Торе, верю, что во всех святых книгах написано, что это зло, гомосексуализм это зло, поэтому, поэтому я придерживаюсь этой позиции, и, ну, не считаю нужным ее скрывать, все, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня, шаббата, отдыха, все, всем пока, счастливо.